Песня «Воимя Отца и Сына и Святаго Духа» 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 Песня «Воимя Отца и Сына и Святаго Духа Духа» Песня «Воимя Отца и Сына и Святаго Духа Духа» Забыв Бога, он предается или скряжничеству, или свастолюбию и расточительности. Голосу совести и закону Божию он равнодушен. Обидеть ближнего с целью поживиться на его счет он не стеснится. Совесть не упрекнет его. Таково жалкое положение человека, у которого светильник ума погашен пристрастием к земным стяжаниям. Самый ум его одобряет все то, что требуется чувственностью. Все силы его употребляет на изобретение средств к ее удовлетворению. Предпочитает внушением совести голос самолюбия и самоугодия. Вместо того, чтобы быть светильником для всех сил и действий души, ум его сам погружен во тьму. Но если свет, то есть ум, который в тебе, тьма, то какова же тьма? То есть по отсутствию света в самом источнике света, уме твоем, можно судить, сколько тьмы в тебе, во всем твоем существе. Находящийся в этой тьме находится в опасности. Из области временной тьмы перейти в область тьмы вечной. Тогда духовные очи его откроются. Он ясно узрит то, чего в духовном ослеплении своем не замечал в здешней жизни. Наступит для него время раскаяния позднего и бесполезного. «Береги душа христианская, твой светильник, то есть ум, просвещай его светом истинной Христовой. Не помрачай пристрастием к земным благам и зашляй его силою духовного рассуждения. И этою силою побеждай самоугодие и чувственное влечение. Если око твое духовное будет светло, то и все поведение твое, вся жизнь твоя будут светлы, правильны, богоугодны и спасительны. Аминь». Душеполезное чтение. Душеполезное чтение.